Муж с женой ложатся в кровать. Муж, дорогая, постани и поскрепи кроватью. Пусть соседи думают, что мы любовью занимаемся. Утром на кухне жена перед мужем ставит пустую тарелку и кладет ложку. Говорит мужу, дорогой, постучи ложкой. Пусть соседи подумают, что мы завтракаем. Судят мужика за браконьерство. Судья. И как вы могли, охотясь на обычного кулика, подстрелить очень редкого, желтопяточного кулика? Подсудимый, стоя в залу спиной, наклоняется к судье и приглушенным голосом. Я отвечу, только скажите. Моя жена сейчас на меня смотрит? Судья. В зале много женщин. Откуда я знаю, которая ваша? Подсудимый. Вот и я не знал, кто из этих чертовых куликов желтопяточный. Один приятель жалуется другому. Я женился и через три месяца развелся. И как это назвать? Эээ, пробничек. Свобода говорит, что хочешь, и делать, что хочешь. Называется разводом. И назвала меня маменьким сынком. И подала на развод. А еще на приставку разбила. Мама! Мужик после развода читает свой паспорт и думает. В паспорте только под три жены еще место осталось. Надо с умом потратить. Вчера я поссорилась с мужем и сказала, что ухожу от него к маме. А он? А он сказал, что это лучше, чем если она к нам. Если мы пройдем этот стол по разные стороны, то мы точно поссоримся. Вот. Не поссорились же. Я беременна. И не от тебя. Одна соседка другой. Белла Моисеевна, а шо это вы уже третий день не ругаетесь с мужем? Таки поссорились. Белла Моисеевна, а шо это вы уже третий день не ругаетесь.